Я надеюсь, что ты пришел сюда с ожиданием того, что Господь хочет дать тебе. Всегда это мы идем с нетерпением в Дом Божий. Потому что Господь всегда есть что-то для каждого из нас. И сегодня у Господа есть нечто для тебя. И это очень прекрасно нам осознавать. Господь не делит людей. И мы говорим добро пожаловать нашему дорогому брату Николаю Залутскому. И мы будем в молитвенном состоянии, чтобы Господь говорил через брата, чтобы он донес то, что Господь положил ему на сердце. И мы благодарны за то, что он снова согласился посетить нас. И я уверен, что сегодня мы услышим Слово Божие. И это Слово будет производить что-то в нашей жизни. Поэтому мы говорим горячо, добро пожаловать. И мы говорим горячо, добро пожаловать. И также добро пожаловать тебе, который смотрит нас через Facebook или YouTube. И мы думаем, что ты тоже сможешь получить что-то от Господа. Итак, мы будем пребывать в молитвенном состоянии перед Господом. Мы споем одну песню вместе. Очень свежий куплет. Иисус, он здесь. И молись, о чем ты хочешь. Гуд hört бон. Потому что Господь слышит молитвы. Сила, она здесь. И векция здесь. И пробуждение, оно здесь, поется в этой песне. И мы будем вместе петь эту песню. И надеюсь, что мы сможем высветить текст на экране. И это важно, чтобы мы могли провозглашать то, что Господь, Он здесь. Иисус, он здесь. Иисус, он здесь. Да, Иисус, он здесь. Jesus ifra Nazareth är här Jesus är här Ja, Jesus är här Jesus ifra Nazareth är här Be om vad du vill Ja, be om vad du vill Be om vad du vill idag Be om vad du vill Ja, be om vad du vill Be om vad du vill idag Gud är ett vän Ja, Gud är ett vän Gud är ett vän idag Gud är ett vän Ja, Gud är ett vän Ты в каждое� в이고 перед, что ногой для меня здесь. Венчик его. Да, векклсен, 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 да, векклс Иисус, 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 Иисус. Хорошо нам знать, что Иисус Он здесь, потому что Он живет в Тебе и во Мне, И поэтому мы точно знаем, что Он здесь И это очень надежная информация, что Господь здесь вместе с нами И мы еще одну песню споем вместе с вами В тени креста хочу стоять Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Два небольших отрезка ДimaTorzok 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 Тут написано так ДimaTorzok 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 Господь, мы благодарим Тебя и славим Тебя за Твое присутствие здесь. Спасибо, что Ты здесь. Спасибо, что нам не нужно восходить на небо, чтобы свести Тебя оттуда. Спасибо, что Ты живой и присутствующий здесь в нашей жизни. И благодарю Тебя за брата, который будет здесь стоять и делиться словом. Спасибо, что на протяжении многих лет Ты использовал его. И спасибо, что он может служить Тебе в силе и в Духе Святом. Спасибо, что и сегодня он может действием Духа послужить нам. Мы возвышаем Твое имя и хотим провозглашать Твою победу, Господь. Мы хотим провозглашать Твою победу, Господь. Твою победу, которую Ты одержал на Голгофском кресте. Спасибо, что Ты умер за нас. Ты умер за нас вместо каждого из нас. Спасибо, что Ты взял на себя все наши болезни и все наши грехи взял на себя. И благодарю Тебя, что Ты кровью Своей драгоценной очистил нас. И спасибо, Господь, что Ты посадил нас в царстве возлюбленного Сына Своего. Спасибо, что мы граждане царства, которое никогда не пройдет. Спасибо, что мы можем жить в этом победоносном царстве. В том царстве, где пребываешь Ты, Господь Иисус. Благодарю Тебя, Господь, за этот вечер. Спасибо, что Ты хочешь посетить нас в этот вечер. Через Слово Своё хочешь коснуться наших сердец и сотворить нечто новое в нашей жизни. Спасибо, что Ты хочешь произвести жажду по Слову Твоему в нас. Благодарю Тебя, Господь, наш Спаситель дорогой. Спасибо, что рука Твоя простерта к нам в этот вечер ко спасению, Господь, каждого из нас в этот вечер, Господь. Для исцеления простерта рука Твоя также. Благодарю Тебя, Господь. И славлю Тебя. И возвеличиваю Тебя. И в это время, и в грядущие времена. И во веки веков. Потому что Ты кровью Своей купил нас. Аллилуйя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Славлю Тебя. Величаю Тебя. От всего Своего сердца воздаю Тебе честь, Господь. Потому что Ты сила в моей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте будем продолжать стоять. И споем вместе один куплет. И споем вместе Аллилуйя. Лао споем вместе. Иисус Христа. Иисус Христа. Иисус Христа. Аллилуйя. 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 Иисус Леви, Иисус Леви, Иисус Леви. 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 Иисус Леви, 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 Иисус Леви, Иисус Леви. И спасибо за то, что ты стоишь и в этом, и поддерживаешь служение. Это ВИПС 87-338-87-338-87-338. Сейчас несколько песен поют, Лариса, Лариса и Андрей также будут петь. Поэтому добро пожаловать вам, а после этого Николай будет делиться словом. Нашу. Хорошо. А Вашу? Нашу общую. Хорошо. Ну там же тоже стало общей. Ну Коля слова сделал уже иногда. Давай. Коля сделает слова. Манит сердце мечтою, мысль небес голубая. Нашей общей судьбою стала веря живая. Он нас сделала родными, он нас сделала друзьями. Да нам новое имя, он нас зовет христиане. Он нас сделала родными, он нас сделала друзьями. Дал нам новое имя, кто зовут христиане. 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 Дал нам новое имя, кто stratégποιёт христиане. Дал нам новое имя, кто該 сделать христиане. Он нас сделан любимым, он нас сделан друзьям, На моём время назовут мы сиянием. Он нас сделан любимым, он нас сделан друзьям, На моём время назовут мы сиянием. Он нас сделан любимым, он нас сделан друзьям, На моём время назовут мы сиянием. Аплодисменты Хочется в небо, где ждёт нас Христос, Где утешеньки от пролитых слёз, Где наши беды уйдут навсегда, Где не тоскрует душа никогда. Хочется в небо, когда за окном Тучи троллются травовым дождём, Слово в этом мире опять и опять, Но я не устану, тебя, Боже, звать. Аплодисменты 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 Город на небе готов для тебя Если утратишь ледом на земле Пользуйся в своем небесном стране Пользуйся в своем небе Мир, ребята, я знаю лишь на небесах Родина моя После всех скитаний и земных разумов Бог великой славе ждет меня Странник и пришелец, в мире этом я Знаю лишь на небесах Родина моя После всех скитаний и земных разумов Бог великой славе ждет меня Это вам стакан, это был мой стакан Слава, Иисус! Присся, Гуд! Господь благ И Господь милостив к нам всегда Кто-то не встретил этот день И кто-то не увидел свет дня Но мы с вами увидели свет дня Мало того, мы увидели друг друга И находимся в Доме Божьем Лучшее место на земле Где мы можем встретиться с самим Господом Поэтому, слава Богу, что вы пришли сегодня И спасибо, пастор Кетил, что ты пригласил меня Снова в Молды Рад быть здесь сегодня Спасибо, девочки, что вы спели И также Андрей, молодцы Если бы еще слова русские на норвежский перевели внизу Чтобы кто-то мог понять Было бы вообще еще лучше, но Но жив Господь Однажды в 1983 году Господь встретил меня такими словами Гуд мотал меня Было на Западной Украине В нашем собственном доме Где мы росли Мне было 24 года Нет, я было 24 еще было Ну да, 23 23-24 года И встретил Господь Через одного человека ночью Они приехали в наш дом И это был пастор Николай Шевчук из Риги И он посмотрел на меня И поговорил со мной может быть 10 минут И потом сказал И потом сказал И я думаю И я думаю, если бы не это ночь И я думаю, если бы не это ночь И я думаю, если бы не это ночь И я бы никогда не был бы тем, кем Господь меня сделал Я хочу прочитать Слово Божье В том числе, который будет положено в основе моего сегодня вечером И услышали голос Господа Бога И я думаю, когда он был в раю Время прохладной дня И скрылся Адам И жена его от лица Господа Бога И сказал ему И он сказал И он сказал И я слышал в раю И боялся, потому что я нах и скрылся И так тема моего послания Адам, где ты? Это вопрос Это вопрос был к Адаму И этот вопрос звучит Всю абсолютно От эпохи к эпохи От тысячелетия к тысячелетию К каждому человеку И это вопрос И ради этого вопроса Бог послал сына своего Единственного мира И это вопрос И это вопрос И это вопрос Адам, где ты? Потому что вопрос Адам, где ты? Это желание Отца Небесного Иметь общение Со своим творением Бог поместил Адама Прекрасный сад Адам был невинным Каждое дерево было хорошо для пищи Адам стоило протянуть руку Он уже кушал что-то вкусное Адам жил без врагов Ему не о чем было заботиться Там даже все животные были вегетарианцами Ели только траву Это есть рай Знаете, когда люди не едят друг друга Это рай Павел говорит Что если вы будете иметь между собой ненависть То съедите друг друга Здесь не было ничего и никого Что можно было причинить вред человеку Это рай В едемском саду все было мирно Не было никаких бурураганов От которых нужно было прятаться Адам И не было дождей Земля расшалась Рассой из неба Человеку не было о чем волноваться У него не было никаких болезней Адам И не было никаких болезней Которые бы заставляли его неважно чувствовать себя У него не было врагов И не было врагов Которых ему нужно было бояться Он зверей не боялся И не было дыр Он не боялся Вот такая гармония жизни В нем не было греховной природы Внутри Адама царил мир и покой Вот это описание Скудное, наверное, описание Настоящего рая Он даже не переживал Как найти ему жену Господь ему создал Прекрасную, самую красивую девушку Она любила его Он любил ее Они общались вместе Каждый день с Богом разговаривали Каждый день Бог приходил в прохладу дня в раю И там Адам и его разговаривали с Богом В раю отсутствовал грех полностью Это был настоящий рай Никто не подвергался Никаким проблемам и сложностям Как я уже сказал Каждый день Бог говорил с человеком И это была гармония отношений Это был релационный гармоний Вердя Гуд говорил Или говорил с людьми Вот это примерное состояние Присутствие Бога Или ощущение рая Это это Умтрен Бескриблся По Тильстанд Аф Гуд Тильстэд Или Нервэр Или Парадис Хармонии Мы поем такую песню В его присутствии В Божьем присутствии Тают горы Проблемы Гори болезней Депрессия Кризис Пандемия Нишета Всякая зависть Похоть Всякий страх И это был настоящий рай И знаете друзья Братья и сестры Что ищет Бог Божье желание Дать рай Как бы это ни звучало Здесь на земле Через отношения Жертвы Иисуса Христа Наши И поэтому Бог послал Сына своего Дабы каждый Всякий верующий в Него Не погиб Но получил Или вернул Себе рай Поэтому вопрос Адам Где ты Означает Как бы я от имени Бога рассуждаю Позвольте Бог вышел в рай Встретиться очередной раз Адама А его нет О чем это говорит? Это говорит о том Это говорит о том Что Бог Отец Вечности Бог неба и земли Желает иметь с нами Личные отношения Что бы мы жили в его присутствии Каждый день И даже Адам Упал и согрешил Бог вышел Навстречу Адаму И говорит ему Не прячься Адам Почему ты спрятался? И даже если ты упал И даже если ты Ослушался Слово И был улиден Мот Оре Я все равно Хочу иметь Отношения с тобой Я Я хочу Вернуть тебя В присутствии Моя И я хочу Фо дай Тилбака Тилмит Нервы Адам Утракил Присутствия Божья И адам Он Мистит Гудс Нервы Поставил Подсамнение Слово Божье По Грун Адам Он Сат Паусикер Веден Гудс Ор Пастари Пастари И лидеры И брата и сёстр Церков Пастари Ледеры Броди и сёстр И мени Нам нужно стоять твёрдо На Слове Божьем Моя Ви Стоя Фаст По Гудс Ор Есть Единое Святое Непогрешимое Слово Божьем Это Единое Урансак Ор 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 Аминь Аминь Так часто Наш большой Опыт Служение Ор 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 Стур Эрфаринг И тенес Провышает Часу Понимание По отношению К Слову Божьему Это Литт Старе Вэгт И Фор Тиль Фор Ор Ор Уже Знаю Как И Мы часто Принимаем Решения Не спрашивая Духсвятого Не спрашивая Слово Божьем Как Водни Иисуса Навина Пришли Пришли люди Переодетые Ветхи Одежды Как вы знаете Кто читает Писание Взяли Чорствые хлеба И пришли Сказали Давай заключим Завет И написано Что Иисус Навин Заключил С ними Завет Писание Говорит Что Израильтяне Заключили С ними Завет А Господа Не Вопросили А Оказалось Это были Ихни Соседи Прямо Через Забор Зусаная На 1.8 Сказано Да не отходит Сия книга Закона От уст Твоих Но Поучайся В ней День и Ночь Даби Тебе В точности Исполнять Все Что В ней Написано Тогда Ты будешь Успешен В путях Твоих И будешь Поступать Благоразумно Дене Ловен Бок Скал Ике Вике Фра Дин Мун Дю Скал Грын По Дэн Даг О Нат Сот Дю Актер Вел По О Йора Этер Ал Дэ Сом Стар Скрывет И Дэн 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 Пётр Говорит Иисусу Мы Трудились Сю Нотч Но По слову Твоему Закину Сети Пётр Сак Тиль Йесус Ви Хар Ёбэт Йеном Хелен Ат Мен Этер Дэ Тур Сок Скал Ви Каст Гар И Вы Знаете Результат Сегодня Столько Изощренной Теории И Даг Так Много Образованных Коучингов В интернете Я Недавно Разговаривали С одним Учителем Слово Божье В Америке И Он говорит Ты не представляешь Что в мире Сейчас 47 тысяч Различных Доктринальных Направлений В мире И Люди Желают Слышать Что-то Новое Но Слово Божье Неизменно Вовеки Увядает Бломстер Двигает А Слово Бога Нашего Прибудет Вечно Но Гуд Я Запомнил Этот стих У нас Дома В отцовском Доме Висел На стене Исаии 40 Глава Висел Бестам 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 Брюдец Это По Вег На стене Поэтому Бог ищет отношения с тобой. Адам, где ты? Андрей, где ты? Николай, где ты? Лариса, где ты? Иван, где ты? Не знаю много норвежских именей. Я не знаю много норвежских именей. Может, ты устал, разочаровался. Может быть, ты проходишь какие-то трудности. Но Отец говорит, ты нужен мне. И сегодня вечером это служение, обновление в Духе. Я молюсь, чтобы Дух Святой прикоснулся к нашим сердцам. И чтобы мы ушли отсюда с другим сердцем, с другим духом и с другими мыслями. Полным сил и помазанием. Фулт от крафта и салвы. Сегодня Пастер Кетил сказал все, что в мире оно временно. Пастер Кетил сказал что в мире это ограничено от времени. Я думал тоже немножко о другом раньше. И еще раз я думал что мы уехали из России, как вы знаете. Мы там жили 32 года на Миссии. И в Миссион мы там служили. Бог нам дал и дом. Гуд гетит и у нас прекрасный дом молитвы. И у нас гостевой дом. И все, все нарастало. Дарили подарки, картин и всякие все. Целый дом всего как наверное каждый из нас. Малерия и все 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 мы быстро уезжаем и все много всего но нужно взять только два чемодана в самолет и все и так родилась у меня проповедь и что ты возьмешь с собой когда Бог позовет к себе какие ценности какие ценности которые они живут работают 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 потом заболел эти деньги что заработал начал тратить на лечение и ничего ради ради этого мы живем мы живем ради другого и я благодарен Господу что этой осенью 83 года Господь проговорил мое сердце не было большой конференции не было большого собрания это был второй час ночи где присутствовал Дух Святой и Бог проговорил ко мне лично и мы провели на миссии 32 года открыли тысячи церквей Бог исцелял тысячи семей Бог спасал тысячи или сотни тысяч людей Адам где ты Бог говорит ты мне нужен может быть сегодня вечером кому-то из нас хотелось бы чтобы эти все стулья были заняты но кому-то может одному из нас сегодня Бог говорит Адам где ты Зачем Господь я тебе нужен Испомни перед тем как приготовить вечерю Господню Ивъехать в Иерусалим Иисус посылает двух учеников и говорит идите в город и там увидите асёл привязан Иисус сендер тву дисциплина и горы и привидите ко мне а если кто-нибудь спросит зачем вы отвязываете асла вы просто ответите ему он нужен Господу я всегда думаю если асёл тебе был нужен то тем более я точно нужен асё это я сикер треб аллелуя для чего нам присутствие Божье для чего нам слышать голос Божье для чего нам нужно водительство Духа святого для чего Бог ищет тебя сегодня вечером для чего сёк Гуд и дак дай о май чтобы быть сосудом чести в Его руках чтобы принести плод в Царство Божье чтобы исполнить волю Божьей и ты здесь в присутствии Божьем чтобы исполнить волю Божьей вопрос зачем я живу и вопрос вопрос я являюсь ли я инструментом который использует Бог в этом мире я являюсь ли я тем носителем радостной благой вести спасение я приехал на регию так наблюдаю мне кажется вообще здесь никому ничего не надо здесь так все стабильно все рассчитано на вперед но Бог желает принести пробуждение в этот город Бог желает наполнить этот зал спасенными людьми Бог желает проявить свои чудеса Он ищет тебя Он ищет одного хотя бы Он söker кун эн и может быть это будешь ты как был Моисей Суснавин как был Илия как был Елисей как был Давид как был апостол Павел Адам ты умер но я хочу тебя оживить чтобы ты шел и нес радостную весь спасение чтобы ты привез к ныне о фрелсен и в мире и не Адам ищет Бога не адам ищет Бог ищет человек и не человек не Бог не человек ищет Бога Бог ищет человека и восклицает пророк я искал у них человека и поэтому в 2 главе 4, 5, 7, 8, 10 стихи выборочно, Бог богатый милостью по своей великой любви который возлюбил нас и нас мертвым по преступлениям оживотворил во Христе благодатью вы спасены, дабы я вид в грядущих веках призабильное богатство благодати своей благости к нам во Христе Иисусе ибо благодатью вы спасены через веру и это не от вас Божий дар ибо мы Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять да, да, прочитай нет, со второго до четвертого до четвертого до четвертого до четвертого Особенно мы ванялись между темы, и мы делали танки, и мы делали, что мы делали, что мы делали, как и другие, как и другие. Но Гуд, который был рик на миске, он, благодаря своей старой кярли, который он любил нас с нами, мы делали нас живыми с Христом, мы, которые были дыаны в наших оверхознаниях, Господь примирил нас с ним посредством Христа. Благодатью мы спасены. Знаете для чего? Знаете для чего? Для того, чтобы нам быть носителями Его радостной вести спасения. Так что он сказал, я с вами во все дни до кончания века. Для чего? Почему? Я не только с вами, я в вас буду, я поселюсь и буду жить в вас. И вы будете моим народом, я буду вашим Богом. Для чего? Чтобы использовать нас как сосуды в Его руках. Чтобы мы, примиренные с Богом во Христе Иисусе, не просто верили в Бога и в Иисуса Христа, чтобы Он нас благословил, чтобы Он нас исцелил, чтобы Он нас защитил, чтобы Он дал нам денег, чтобы Он дал нам успех, чтобы мы стали богатыми, чтобы мы стали такими зажиточными. И имея это все так, сложили красиво ручки, подняли глаза к нему и сказали, спасибо, Господи, Ты молодец. Я так Тебе благодарен. Нет, мы живем не для этого. Мы живем, чтобы исполнить волю Божью. Мы живем, чтобы принести плод в Царство Божье. И поэтому Бог зовет нас в Его присутствие. Зовет в Его присутствие. Потому что только в Его присутствии ты умрешь для себя и оживешь для Него. Только в Его присутствии твоя плоть будет распята. Но суета этого мира величит нас обратно. Но Бог говорит, Моя воля митвиле это номер один в твоей жизни. И исполнить Его волю нужно согласиться с Ним. И согласиться с волей Божьей это распять свою плоть со страстями и похотями. А распять свою плоть это больно. Поэтому человек не хочет переживать боли. Он хочет жить в хорошей роскоши. И Бог желает от нас послушания, братья и сестры. Но Гуд, Он söker лидность в нас. Иисус молится отцу в Гетцемане. И Гетцемане бер Иисус отцу в Гетцемане. Отче, если возможно, пусть минует меня чашель. Я не хочу на крест. Я не хочу быть распятым. Я не хочу умирать. Но не моя, а Твоя воля. Пусть будет. Халлелуйя. И благодаря этому мы сегодня здесь. И благодаря этому мы имеем великую надежду. Халлелуйя. 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 Никто не хочет отвечать Халлелуйя. Не знаю, что мне делать. Проповедовать дальше или нет. Я таки вас сказал, Йори Видер, сказал, фушет до удалой реки. Вот я хочу привести нас еще в одно место Писания. Исайя, шестая глава. Исайя, капитал 6. Первый, пятый стихи и седьмой, девятый. Фершт и фемтый верш о шуйне уни на верше. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком превознесенном и края. Рызь его наполняли весь храм и вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждый лицо своим, две закрывал ноги свои и двумя летал. И взывали они друг другу и говорили Исаия, шестая глава. И говорили Свят, Свят Господь Савого, вся земля полна славы Его. И поколебались верхи врат от глаз восклицающих. И дом наполнился курениями и сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами. Глаза мои видели царя, Господа Савоофа, не коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих и беззаконие твое удалено от тебя и грех твой очищен и услышал я голос Господа говорящего мне, кого мне послать и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня и он сказал, пойди. И это оре дакон усе дыде, сож я, херен, сидит по ой, опыет троне и слепет от ханс копы филтетемплет. Серафер стом криньхам, секс фингер хаде вер, методекет хан ансик, методекет хан фетене, методекет и методекет флой хан. И он сказал, хелли, 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 херен, 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 гуд, от ханс херлит. Дырпостен фестер бевит рост от дем сом ропте и хусет был филт ме рог. Дэссайя Вема, я ер фортапт, фор я ер ерн, ман, ме, урен, лепер, и я пор мит, милан, ет фолк, ме, урен, лепер, и мина, ерн, ерн, сет коген, херен, 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 гуд, и фра, и херен, в моем муне и сказал, «Се, это рот в твои леперы, твои миссияниги и твои сыны и твои сыны». Я слышал рост, «Вем я седаю, и кто хочет идти в рост?» Я сказал, «Се, здесь я седаю мать». Возвращая картинка. Удача билда. Я восхищенен в местном Писане. в его присутствии его святость когда президент страны назначает посла в другую страну то посол едет в другую страну представляя президента и страну посол станет в другую страну посол становится его устами и амбассадор он как бы не просто посланец а он приносит присутствие президента который его послал в ту страну в которую он послал амбассадор и посол и посол это одно это сын и отец одно он так и говорит я и отец одно И Павел говорит, мы посланники. И мы несем не только Слово, мы несем через себя Божье присутствие. Вот почему Бог желает влюбить нас в свое присутствие. Чтобы где бы мы не были, где мы не присутствовали бы, там присутствует Господь. Там присутствует Его святость. Там присутствует Его слава. Там присутствует Его царственное величие. О Ханс херлит. Сила Церкви. О мэнниэц крафт. В Его присутствии. И Ханс нервы. Мы ничем не можем мир удивить, кроме одного. Ви кан икке ундре верден по нуен моте бушет фраденине. Сило и святого духа. Хэллионс крафт. Которая в присутствии Божьей. Сом эр и Гюдс нервы. Сила Церкви не в архитектуре. Не в искусстве культов и культуре. Не в удобных стульях и в дизайне. Кто-то стоял у Церкви и плакал. Иисус подошел к нему и спрашивает, Чё ты, брат, плачешь? Говорит, меня в церкви выгнали. Иисус говорит ему, не плачь, меня давно оттуда выгнали. Потому что сегодня много шоу. Сегодня очень много шоу, но мало силы. Сегодня очень много образованных проповедей. Но мало преобразованных проповедников. Присутствия Божьей. Я верю. Слово Божье. Который говорит, где вас два или три, вы имя мое, я среди вас. Сегодня сам, сегодня сам Господь Духом Святым здесь. В этом собрании, чтобы благословить этот вечер. Чтобы благословить церковь. И чтобы прикоснуться к твоему сердцу через свое присутствие. И изменить тебя. Чтобы ты пожелал исполнить его волю прежде всего в твоей жизни. Вся земля полна его славы, так взывали серафимы. Через служителей. Через церковь. Исполненную его святым присутствием. Земля наполнится славою его. Город молдэ наполнится славою его. Твой дом наполнится славою его. Твои дети наполнятся славою его. в Его присутствии всегда отражается наша греховность. Греховная натура, наша греховность, да. Когда ты видишь и переживаешь присутствие Божье, в Его величии славы ты увидишь свою греховность. И мы желаем прятаться как Адам. Грех приносит страх. Но Его любовь не желает нашей смерти. Его любовь полна прощения. Его любовь полна жизни, а не смерти. Его любовь полна прощения. Именно Бог хотел осознания греховности Адама. И я испугался, говорит. Бог, ты меня сейчас убьешь. Но Он коснулся уст моих. И беззаконие мое удалено. И грех твой очищен. И скупление. И скупление. И скупление. Ставит тебя под совершенную волю Божью. И скупление. И скупление. И скупление несет откровение о Божья любви. Поэтому он коснулся уст моих Он нас простил, братья и сестры Он нас простил Он нас очистил Он нас убил Он назвал нас по имени ты мой Поэтому присутствие Божие Это искупительная работа Духа Святого Трое Присутствие Божие Дает нам способность слышать голос Божий Когда мы входим в присутствие Божие Мы говорим, Бог говорит с нами И мы говорим с Богом И когда мы говорим с Богом Остановись Остановись Чтобы Бог поговорил с тобой Это твоя молитва Это твои личные отношения с Духом Делаешь ли ты паузу в твоей жизни Когда ты молишься утром или вечером Чтобы услышать Что Дух Святой говорит внутри меня Вот это и есть шаг к исполнению воли Божьей Это стега Для того, что он нас искупил И второе Он дает нам возможность Слышать его голос Присутствие Божие Это согласиться с волей Божьей Какой удивительный момент Он меня простил Он коснулся моих уст Он меня осветил Я чувствую его святость Его любовь И теперь я слышу нежный голос Божий И вдруг я услышал голос Вдруг я услышал голос Я пережил это в своей жизни В Сакраменто в Америке в 90-м году Когда мы уже открыли церковь в Пскове И чудесное служение И там ничего у нас не было в этой стране Ничего не было Ни дома, ни квартиры, ни двора, ни кола Ничего не было Только люди, которые спаслись Там на этих крузейт На евангелизации И мы уже полгода вели их в служении Это было первых 800 тысяч человек Которые мы вели уже полгода Но чудом Божьим Мы оказались в Америке в Сакраменто И встретили там такое предложение От которого мое сердце Прыгало в груди от радости Нам предложили жить в Сакраменто Нам дали дом, где мы будем жить бесплатно Просто дом Нам дали машины Нам дали зарплату И нам предложили служение И я сказал Слава тебе, Господь Все, мы живем в Америке Но моя жена сидела Мы вечером сидели И она сказала А ты уверен, что это голос Божий? Сказал нет Но все складывается очень хорошо Давай помолимся Чтобы слышать голос Божий И когда мы Важали услышать голос Божий Вот что прозвучало В трубке телефона Я просто взял Позвонить одному человеку Помолиться вместе И жена нашла Где-то номер телефона Я не знаю откуда У них такая способность Я сказал Ты нашла, ты звони Но она говорит Ты лидер, ты звони Я впервые Я спрашиваю Ты фан телефоннумер И она сказала Ты лидер Ты лидер Мы разделили ответственность Она набирала номер телефона Я держал трубку Все-таки семья И никто там Не поднимал телефон Долго звонок Звинил Я почувствовал Что воля Божья Положи трубку И в этот последний момент Последний секунду И в последний секунду В последний секунду Вдруг кто-то там Снял телефон Мы звонили на Аляску И мужской голос Проговорил Я не успел сказать Здравствуйте Давайте помолимся Я не успел ничего сказать Просто с той стороны Труп Прозвучал мужской голос Сын мой Мин сын Говорит Господь Возвращайся в Россию И я буду с тобою Ты можешь вернуть В Руссии И я буду с тобой Пи-пи-пи-пи И в этот момент Обрывается Вся твоя жизнь Разрушается Все твои надежды Как будто Все провалилось Под ногами твоими Потому что Что такое в 90-м году Россия И что такое Америка И вдруг услышал И мы вернулись Думал ненадолго Но задержались На 32 года И вот услышал я Голос Божий Кого нам послать Адам Ты где? Адам Кого мне послать? И тот Адам Который может быть В присутствии Божьем Тот Адам Который пережил Святость Божью И вопрос Искупления Собственной души Кого нам послать? И кто пойдет И кто пойдет Для нас И ответил я И сказал Вот я Пошли меня Пошли меня Господи Когда мы Вне присутствия Божьего Мы всегда Хотим Чтобы Бог Послал Кого-нибудь У нас всегда Вопрос Почему я должен Это делать? Ну что я должен Церкви Вот это делать? Что я должен Церкви Вот это делать? Вопрос Я 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 Если у меня Возникают Такие вопросы Я Иду В присутствии Божьем Я Разговариваю С Господом И говорю Ему Вот я В присутствии Божьем Ты не можешь Ему Отказать Вот я Пошли меня Сент Май И он посылает Аллилуйя И он посылает И он говорит Ты мне нужен Жатва очень созрела Нужны работники Нужны жницы Нужны жницы Ты трэнгст Огар Арбейдер Хочешь ли ты Жить в его присутствии Конечно хочу Но хочешь ли ты Исполнить волю Отца Это наше время Этот вечер Это наше время Бог ищет Тебя Адам Бог ищет У него есть план Для твоей судьбы У него есть план Для твоей жизни Просто он Ищет тебя Ты никогда не будешь Искать его Он ищет тебя Прямо сейчас Ответишь ли ты На его призыв Господи Вот я Я не знаю Что меня ждет Впереди Но вот я Пошли меня Я не имею Представления Как это будет Я не знаю Что меня ждет Но я хочу Пошли меня Я хочу Исполнить Волю твою Я хочу Фильфюре Тит Виле И мит Лев Лаус Рейс Супфор Бонн Аллилуйя Курабаши Кароламас Супфор Лайте помолимся В духе На языках Я не знаю Вы крещены Духом Святым Молитесь Духи Святым Давайте будем молиться И пусть Бог Прикоснется К нашим сердцам Лаус Бе омог Что Господь Проверил Прямо на сердце Сейчас Пару минут Буквально Лагт по Мит Я Буквально Корт Хистов В 1986 Я Был на Одном Таком Секретном Собрании В Беларуси Я Валер Поехали Велик Мете Витерус Это Болгород Барановичи И там Была молитва За подростков Подростки Девочки Мальчики Им было От Восьми Может До Двенадцати Четырнадцати Лет Они Жаждали Дух Святой Грещения Духом Святой И в этой Комнате Это был частный Дом В этой Комнате Настолько Пришел Господь Что Все Эти Примерно Сорок Детей Подростков Были Крещены Духом Святым В одно Кновение Они Были В такой Радости Говорили На языках И ходили В хоровод Я За них Молился Возлагал Руки На них Всех Мы Не Успевали Возлагать Руки Они Все Говорили Языками В Одно Мгновение Я Подошел К ней Она Плакала Подвешал Не Ходила В хоровод Просто Плакала И я Спросил Ты Почему Плакаешь Она Сказала Пастер Я Одно Нагой В миру А другое Нагой В церкви Меня Мир Тянет И церков Тянет Не знаю Что делать Пастер Я Вет Не Ваш 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 Я Сказал Хочешь Ли Быть Крещен Духом Святым Это Разрешит Все Сейчас Проблемы Она Была Дочь Пастера И Она Сказала Хочу Я Говорю И В Хоровод И Она Встала В этот Круг Дети Дети Я Возложил На нее Руки Молился И Господь Мгновенно Крестил Духом Святым И Она Начала Молиться На И Ваш Так Сильно Я Сказал Бог Приготовит Для тебя Великую Судьбу И Мы Уехали Я Больше Никогда Не Видел Ну Может быть Семь или Восемь лет Обратно Меня Меня Прогласили На конференцию В Санкт-Петербург В России Мы еще Были Я Там Был Одним Из Спикеров И Там Был Еще Один Епископ Тоже Спикер Я С ним Никогда Не Пересекался Но Он Знал Кто Я И После Служения Он Сказал Может Быть Мы Поедем Месте Покушаем Мне Нужно С вами Поговорить Я Сказал Хорошо Поедем И Мы Приехали В ресторан И Сидели За Столом И Он Мне Сказал Вам Большой Привет От Лидии Она Моя Жена Я Епископ Там В Сибири У нас Более 200 Церквей Она Родила Мне Пять Замечательных Детей И Никогда Не Может Забыть Этот Вечер В Беларуси Как Бог Проговорил В ее Жизнь И Как Бог Благословил Ее Судьбу О В Благодарим Тебя За Этот Вечер Благодарим Вечер Мы вернемся к нам, мы вернемся к нам, ты söker Адам, ты сегодня говоришь, Адам, где ты? Ты сегодня говоришь, Адам, где ты? Адам, ты сегодня говоришь, Адам, где ты? Лед нас, я делаю дите наполно, Юта и замеч� própria, ты Esperа, для общества, ты делай нас, высказы, высказы two, и сemia, Спасибо. Гуд har förkommen plan till ditt skevne och du ska spira genom jord och på unnaturlig måte ska förandra ditt liv. Därför om det här önskar att vi kan be för det jag är icke profet men jag kan be för det och av och till Gud han talar nu därför kan det komma här fram om vi kommer om Gud vill signa var enkel den i Jesu namn som som ska för upplå och som ska för Бог использует Его могущество, Бог использует Его могущество. Ты знаешь боли, рады, переживания, ты знаешь скорби, ты знаешь все, ты знаешь изожития, раны, ты знаешь срубцы по жизни, ты все знаешь, Отец, ты знаешь, что Он любит тебя. Бог, возьми эту судьбу мою, ты можешь, Господь, сделать Его великим человеком в этой стране, на земле живой, я знаю, что Он не может, Бог, зажги этот огонь, зажги огонь глубоко, чтобы жжёв кости, я не мог устоять. Он любит тебя, солJA, ходь их, будет глубоко. Бог, возьми эту судьбу пятны ham. Пусть он будет плодовитой лозой в твоем доме. И вверх, Господь, вверх на лозе. Ставься кровью Иисуса. Я благословляю прямо сейчас за пожелание. Прямо выйти сюда за пожелание в твоих глазах. Иисус радуется. Благодарю тебе, Отец. Я знаю, что ты направишь в ней. Я знаю, что ты исполнишь свою волю через неё. И Бог, Великий Святой. Алло, Господи. 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 В имя Иисуса. В имя Иисуса. Пусть твоя слава будет на них, Господи. Кэгла мааа гетурна басорны. Пусть они, Господи, будут как цветы виноградник. Пусть они будут как цветы цветущие, которые раздают аромат Духа Святого. Которые раздают аромат Людви Нева, Господи. Пусть они будут как цветы, как девочка, только 5 лет, а она с поста не елена, и не манывает мне, она с поста свидетельством о твоей славе. Пусть эти свидетельства будут о твоей славе, пусть они будут твоими детьми славы. Благодарите, благо, я благодарю, я благодарю твоими славе. Благодарю вас, вы видите, сеструю, как я за ним, которые поют, пусть голосик распространяется по земле, как и кому-то будет слава, пусть они будут твои нрави, пусть они будут величия необычны, пусть они господь, И в стране новой, да, даже не на своем желании, а не здесь. Но я прошу, да во имя Иисуса, отец, чтобы ты здесь, далеко, на чужбине, да Бог, Господи, обняй твою любовь, Бог, обняй твою любовь, Господи. Ира, карабаши, Бог, обняй твою любовь, Господи. И благословите великое, великое благословение с небес, судьбы, их жизни. О, пусть они исполнили волю, я знаю, что это будет, пусть они станут великими, петьсями, царство. Ира, 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 ира. Ира, 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 ира. Ира, 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 ира. Ира, 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 ира. Ты знаешь, Господи, дай мне крепкую, крепкую платить за тебя, за ядер крепкий и безопасный. Дэ bruja. Благодарить твои eingasp CMS, за поколение, арты и сына flawed и 충청ер перед тобой, одежда ей будет св detriment во всякое время, пусть вам сами самоуируют, изрыватся. Пусть они будут полной славы, Пусть этот дом исполнит твою волю, исполнит твою волю, пусть они будут эти сосуды, части в твоих руках, используй их, Господь, используй их, Пусть и Слава Господь и Слава выделяйся. Благодарю, я волю за сильное поддительство твоей полосами, Духа твоего живота, с юной и вечной, в вечной жизни, во имя Иисуса, и пусть засвети нам свежей елей радости, свежей елей радости. Будет на их головах, на их жизнях, чтобы не пронести огромный плод спасенных души, во имя Иисуса. Огромный плод спасенных души, Господь, во имя Иисуса. Гуд, он левер. Может быть, споем мы эту «Аллилуйя» еще раз. Пастор Кетто. Может, «Аллилуйя» споем. Бог благ. Бог благ всегда. Поэтому возьмите с собой помазание Божье сегодня вечером. Аллилуйя. Бог ничего не делает просто так. И ничего в нашей жизни не происходит просто так. Поэтому ухватитесь за Иисуса, ухватитесь за то, чтобы быть в Его присутствии, слышать Его голос, чтобы исполнить Его волю от этого желания, и вы увидите, что Бог произведет большие перемены. И от того, что мы приносим плод, Господу, мы сами будем наполнены большой радостью. Будь благословенны, братья и сестры. Будь благословенны, братья и сестры. «Скал ви сынгет корт и слот, «Хэр, ви тилбер дай, vår конге, лов дай, vår herre»» 139. «139 споем песню, если ты найдешь, Николай». Андрей, включи гитару, пожалуйста. «Хэр, ви тилбер дай, vår конге, лов дай, vår herre» «Пристил дай, мы сынгер, юбел, робер, умер» «Хэр, ви тилбер дай, vår herre» «Хэр, ви тилбер дай, vår herre» «Хэр, ви тилбер дай, vår конге» «Хэр, ви тилбер дай, vår конге» «Хэр, ви тилбер дай, vår конге» «Хэр, ви тилбер дай, vår herre» «Пристил дай, мы сынгер, юбел, робер, умер» «Хэр, ви тилбер дай, vår кэр, ви тилбер дай, vår herre» Спасибо, что ты говорил к нашим сердцам. И ты хочешь на продолжении вечера через всю ночь также говорить к нам. Потому что ты хочешь обращаться к нам. Спасибо, Господь. Потому что ты тот же, как и в прошлом. Спасибо, что ты здесь. И ты действуешь. Ты действуешь среди молодых и пожилых. Ты действуешь в нашей жизни. Благодарю тебя, Господь. И возвеличиваю твое святое имя. Во имя Иисуса. Аминь.